Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я решил отправиться в Сочи. Причин для этого на самом деле несколько. Ну, во-первых, всех интересует ситуация. В новостях говорят, что все затопило, кто-то говорит, что солнечно. Если не дают оттуда сам, никогда в этом не разберусь и не узнаю, и вам расскажу. Ну, и, конечно же, хочется посмотреть, как обстоят дела на трассе М4 в преддверии Олимпиады. Сегодня с вами, как всегда, программа в движении. Я, Дмитрий Лисов. Поехали! Когда вы собираетесь сжечь за пару дней 200, а может быть, 300 литров бензина, вопрос о его качестве встает очень остро. Первую заправку до полного бака выполняю, конечно же, на заправочной станции Ростех. Итак, мы приближаемся к одному из очередных пунктов оплаты проезда по платным, собственно, дорогам. Вот уже в третий раз я расстаюсь с суммой в 50, а сегодня еще раз даже в 60 рублей. Не прошло и 12 часов с момента выезда, как я оказался в городе Ростов-на-Дону. До моей конечной цели, города Сочи, остается немногим более 500 километров. Но это расстояние я преодолею уже завтра. Стрешний день завершился не так-то просто, как я того и хотел. Встреча с ростовскими сотрудниками ГИБДД затянулась на целых 2 часа. Меня приняли за перевозчика наркотиков и обеспечили мне тотальный досмотр автомобиля. Интереснейшее мероприятие. И вот уже ранним утром я нахожусь в Краснодаре. Практически по всему городу действует ограничение скорости в 40 километров в час. Плюс при этом город просто уставлен камерами, которые явно фиксируют нарушения, потому что никто эту норму в 40 километров в час не превышает. Ну что ж, вот я и добрался до конечной точки своего назначения, города Сочи. Дорога от Краснодара, которая имеет протяженность всего 200 километров, заняла у меня 7 часов. Это, наверное, первый случай в моей истории, когда я 200 километров еду за 7 часов. И надо отметить, что ни в одной пробке я не стоял. Я постоянно ехал. Просто ехали мы очень медленно, вместе с потоком, с огромным количеством грузовиков, которые постоянно не могут въехать в гору или не могут на высокой скорости войти в поворот. Честно скажу, удовольствие не для каждого. Парк Ривьера всегда цветущий, всегда красивый. Сейчас находится в очень странном состоянии. Здесь огромное количество поваленных, поломленных деревьев, выкорчеванных просто с корнями. Если мы пройдем сейчас вот сюда со мной, то вы сможете увидеть, каких гигантов не пощадила стихия. Вот, пожалуйста, срез дерева, которое, в общем-то, стало жертвой этой стихии, которая была в Сочи. Осмотрев несколько олимпийских объектов, как спортивных, так и гражданских, я могу сделать один определенный вывод. Все-таки, как мне кажется, строители немного не успевают уложиться в сроки. Люди спешат, суетятся, кругом пыль, огромное количество грязи. Но хочется верить, что все-таки к моменту начала Олимпиады все это приведут в порядок. Ну что ж, дорогие друзья, лично для меня эмоциональный финиш маршрута находится здесь, в горах, на высоте 2200 метров. Сюда на автомобиле проехать невозможно, к счастью или к сожалению, не знаю. Также, к счастью или к сожалению, стройка на Альпика Сервис и Роза Хутор идет такими активными темпами, что туда даже закрыт вес частного транспорта. Поэтому попасть туда мне, к сожалению, не удалось. Но, к счастью, работал подъемник Горная Карусель, который доставил меня сюда на эту высоту. Отсюда я и прощаюсь с вами и желаю удачи на дорогах, неважно, горных ли или городских.